здравствуйте мои дорогие подписчики и зрители канала мир вкуса на своем канале я занимаюсь различными видами рукоделия которая меня вдохновляет и сегодня мы с вами поиграем в куклы вот у меня есть вот такая замечательная кукла которой нужно заметьте нужно и я хочу это сделать хочу сшить ей комбинезончик ну а затем может быть в следующем видео сделаем с вами и какую-то шляпку или шапочку подумаем сначала я делаю выкройку вот так у меня лист бумаги поступаем очень просто для кукол и для детей выкройки делаются очень даже просто девочки любая из вас может это сделать вот смотрите прикладываю сравниваю длина приблизительно такая же как вот длина от шейки куклы и вот до конца ножек не нужно мы потом подвернем или отрежем и так сначала строим прямоугольник высота как я уже сказала высота нашего комбинезона а ширина сейчас вот в самом широком месте у нее тут попочка достаточно объемная вот тут в бедрах я меряю измеряю получается 25 сантиметров 25 сантиметров и плюс 2 сантиметра на свободное облегание 27 сантиметров 27 я делю на 4 это будет 6,7 сантиметра у меня тут как видите я все строю на своем раскройном мате и здесь у меня вот 6,7 сантиметра и теперь измеряю от какого же места снизу вот это будет самая широкая вот это вот ширина я беру от талии и вот до щиколотки измеряю получилось 14 сантиметров и снизу я отмеряю как раз эти 14 сантиметров провожу линию теперь я измеряю объем талии объем талии объем талии у меня 19 сантиметров 19 делим на 4 получается 4,7 сантиметра плюс половина сантиметра на свободное облегание это 5,2 сантиметра как раз вот здесь у нас талия здесь у нас будет 5,7 сантиметра вот такая у нас будет здесь талия и теперь измеряю вот это расстояние длина ножки вот до до шагового шва 6 сантиметров снизу я делаю отмеряю 6 сантиметров провожу тоже линию и вот здесь внизу на один сантиметр я зауживаю штанишки вот здесь один сантиметр провожу линию но эта линия будет у нас идти плавненько поэтому мы ее выводим немножко на пол сантиметра сюда вправо и вот так вот так вот так мы ее проводим здесь тоже плавно выводим сюда с этой стороны вот слева тоже на один сантиметр мы ее зауживаем и и выходим плавной линией а дальше будем строить грудку точная высота у нас до плеча 5 сантиметров вот здесь плечо у нас закончится и серединку этого расстояния отмеряем можно это сделать на глаз проводим еще одну линию сейчас мы посмотрим вот эту вот ширину шейки где шейка вот чтобы нам вырез построить здесь 4 сантиметра значит будет два сантиметра отсюда вот от вот этой точки отмеряем два сантиметра два сантиметра и идем вот таким образом и сейчас построим пройму вот здесь ширина плеча мы ее условно сделаем полтора сантиметра высота проймы измеряем 3 сантиметра 3 сантиметра выкройка готова сейчас подыщу ткань какую-то ну такой достаточно плотненький трикотаж хочу найти и сделаем выкройку комбинезона девочки я вырезала выкройку вот здесь написала что это линия переда и на этой стадии мы можем приложить эту выкройку к кукле и посмотреть все ли у нас на месте все ли линии у нас на месте смотрите можно немножечко скорректировать выкройку еще раз ее переделать но как бы у нас тут все нормально подходит я думаю что я могу приступать уже к выкраиванию деталей на ткани ткань для комбинезона я выбрала из своих лоскутных запасов если кто-то смотрел мое видео по распаковке лоскутков которые мне передала партниха то вы там уже видели эту ткань буду делать пока прибавку на швы 1 сантиметр если что-то будет лишнее то потом все лишнее мы срежем вот видите здесь остался край и легко найти долевую сейчас выкрою четыре вот этих части обвела мелом выкройку снизу добавила полтора сантиметра и сверху добавила еще полтора сантиметра и сейчас буду вырезать все части комбинезона вот такими будут все четыре части вырезаю две детали переда как видите зеркальном отображении вот это вот будет перед а на спинке все точно так же только линию выреза горловины уменьшим начинаю сборку комбинезона и сначала я сшиваю вот центральную часть дошагового шва спинки и центральную часть переда не буду показывать как я строчу на своей ручной швейной машине я вам уже много раз показывала да тут и строчить то особо нечего буду показывать вам что я сшиваю и буду показывать результат прострочила разгладила шовчики вот что у нас получилось вот это деталь переда а вот деталь спинки теперь сделаем подкладку подкладка будет только верхней части до талии ну чуть ниже талии я беру деталь переда накладываю на ткань подкладки вот так мы сделаем так и делаю выкройку точно по сшитой детали вырезаю накладываю детальки лицом к лицу и строчу смотрите вот начинаю отсюда по линии проймы по линии горловины единым швом также пройма и заканчиваю другой части на вот этом пачку прострочила прогладила и сейчас все обрежу но вот этих вот дугообразных линиях не этими ножницами а вот этими ножницами ножницами зигзаг достаточно близко к шву и затем выверну эти детальки делаю все аккуратно и теперь выворачиваю помогаю себе волшебной палочкой для суши все так не спеша потихоньку и постепенно сейчас выверну проглажу и посмотрю нужно и делать будет отделочную строчку это деталь спинки точно так же поступлю с деталью переда и сейчас проглажу после того как я прогладила я здесь уже поняла что строчить ничего не нужно отделочную строчку не нужно делать и теперь приступаю к сшивание бачков и шагового шва складываю ровняю видите видите вот по верху здесь выравниваю и сделаю строчку на пол сантиметра выше чем у нас начинается подкладка ну а здесь вот так вот смотрите я подрежу вот так с этой стороны и с этой стороны подрезала и вот буду строчить смотрите вот отсюда и до самого низа ну конечно же здесь все выровняю искали булавочкой еще раз показываю как я сложила и как я буду строчить вот смотрите выровняла по линии проймы видите бок и буду строчить начиная вот здесь оставлю два сантиметра не отстроченными сверху а дальше буду строчить до самого низа и кроме того вот так про строчу шаговый шов вот так девочки дело у нас постепенно продвигается смотрите на этой стадии вот так выглядит комбинезон чик вверх вниз сейчас сделаем примерку для того чтобы определить на каком уровне подшить штанишки я думаю все у нас будет отлично размерчик у нас подошел выкройку сохраню и потом еще сочем тоже что-нибудь красивое и модное вот здесь под ручками комбинезон чик мы застегнем на кнопочку с одной и с другой стороны вот здесь вот кнопочка и теперь мы сейчас штанишки наши смотрим на каком уровне нам их подшить подверну сначала к верху одну штанинку вот так вверх и вот все видно сейчас подачу прищу кнопочки и сделаем окончательную примерку и даже не примерку оставим ее в этом комбинезон чики и так дорогие мои работа закончена комбинезон чик готов впереди сзади все нормально застегивается на кнопочки кнопки обычной черной кнопки я пришила вверху и по бокам я работаю довольно думаю принарядили мы нашу куколку отлично перспективе нужно шить ей корточку или жилеточку шапочку и что-то придумать с башмачками и так друзья иногда хочется поиграть в куклы если у вас появится такое желание то играйте вместе с нами до до встречи на канале мир вкуса